Дорогие читатели, сегодня я хочу вас познакомить с главой из книги «Удивительная биология» Ирины Дроздовой. Книга рассказывает о загадочных и малоизученных явлениях природы, об удивительных тайнах братьев наших меньших и новейших достижениях в области биологии отечественных и зарубежных учёных. И сегодня мы перелистаем главу книги, которая называется «Птицы. Весенние певцы». Дрозд. Ранее перелётная птица, появляющаяся в средней полосе в конце марта, первой половине апреля. Красивая песня сразу выдаёт его присутствие. Поющий самец сидит обычно на верхушке высокого дерева, повернувшись к потухающей заре, подняв голову и слегка оттопырив перья. Когда птица только начинает свои трели, песня тиха. Но вот дрозд распился, и его голос крепнет, отчётливо выделяясь среди голосов других пернатых. Если осторожно подойти к дереву, на вершине которого сидит спевец, его можно хорошо рассмотреть. Спинка у дрозда оливково-серая, грудка и брюшко желтовато-белые, испещрённые треугольными бурыми пятнышками. В лесу птичьих голосов слышно ещё немного. Вот вблизи раздаётся пение дрозда белобровика. Первые звуки своей флейтовой переливчивостью напоминают голос певчего дрозда. Однако затем следует очень весёлая песенка. Почти неотличимая от песни обыкновенного чижа, но более громкая и бестипичная для чижа конечной ноты. Белобровик очень красив. Для него особенно характерны охристо-беловатые, окологлазничные полосы, густо-ржаво-красные бока и режеватая расцветка нижних конечностей крыльев. Неожиданно у ближайшей берёзы появлялась маленькая мелкая птичка и неподвижно уселась на ветке, лишённой листьев. Послышалась серебристая короткая трель. Певунья как бы захлёбывается своей мелодичной песенкой. Окончив её, птичка быстро перелетает на соседнее дерево и снова раздаётся её мелодичный голос. Это малиновка, иначе зарянка. Она прилетает к нам очень рано. Первых ещё не поющих малиновок можно видеть уже в конце марта. Отличить зарянку от всех других наших певчих птичек легко. Окраска верхней части туловища у неё оливково-бурая, лоб, бока, головы, шея и зоб красновато-ржавые. А это чей короткий свист раздался вдали и тот час повторился вновь. За ним послышалось как бы хриплое, отрывистое покашливание. И из леса плавно и быстро вылетела довольно крупная птица с опушённым книзу длинным клювом. Она пронеслась почти по прямой линии над поляной и скрылась в ближайшем перелеске. Это протянул вальдшнепп. Желанная и ценная добыча для страстного охотника. По своему складу и виду вальдшнепп настоящий кулик. Его ржавая окраска с чёрными волнистыми пестринками, хотя и скромна, но красива. Она удивительно подходит к цвету опавшей побуревшей листвы, на общем фоне которой птица совершенно незаметна. Особенно хороши большие чёрные глаза и характерный для вальдшнепп длинный клюв. На конце клюва можно рассмотреть шероховатость в виде небольших бугорков, покрытых мягкой кожицей. Если у застреленной птицы встрыть кожу на конце клюва и рассмотреть, можно заметить ямки, к которым подходят мелкие нервы. Благодаря такому строению клюв волчнеппа – совершенный орган осязания. Птица глубоко втыкает его в землю и улавливает малейшие сотрясения, которые создают в земле червяки и личинки насекомых. Пожалуй, тяга – самая замечательная черта вальдшнеппа. Эти птицы тянут после захода солнца над лесом, издавая особые крики. Посуществу эти крики вполне соответствуют пению птиц весной. Крик вальдшнеппа во время тяги состоит из глухого, гортанного, несколько протяжного – кворк, кворк или кхог, кхог. Хорканья, как говорят окотники, и довольно громкого свиста. Цыканья, звучащего вроде цы-цы. Утренняя тяга менее продолжительная, чем вечерняя. Она протекает относительно дружно. В сумраке зарождающегося утра птицы усиленно цыкают и хоркают, и весь это пение длится каких-нибудь 10-15 минут. Вечерняя тяга проходит неравномерно. Обычно после солнечного захода, вслед за первыми двумя-тремя пролетевшими птицами, начинается наиболее интенсивный лед. Это первая фаза разгар тяги. Далее следует короткий перерыв. И вот когда темнеет небо, неожиданно опять раздаются чарующие звуки. Вновь появляются начавший усиленный лед вальшнепы. Это вторая фаза тяги. В темноте леса то и дело раздается довольно громкий и характерный свист какой-то птицы. Это свистит воробьиный сычек. В другие времена года обычно очень мальчаливый, незаметный воробьиный сычек одна из оригинальных сов нашей фауны. Размером он несколько крупнее снегиря. Сверху оперение буровато-серое, в белых крапинках, низ белый с бурыми продольными пятнами. Несмотря на малые размеры, воробьиный сычек ловко ловит мышей и даже мелких птичек по величине почти равных ему. В темноте весеннего вечера со стороны далекой лесной поляны доносятся протяжные звуки. Они то ослабевают, переходя как бы в шепот, то возрастают, напоминая отдаленный рук от водопада или беспрерывное воркование голубей, усиливающиеся и замирающие в характерном для них ритме. Это бормотание такующих тетеревов. Такующий тетерев бормочет с захватывающим напряжением, поворачиваясь, вертясь. Иногда это бормотание длительно, иногда несколько мгновений прерывается. Птица сидит смирно, прислушивается, а затем, словно мяч, подпрыгивает. Иногда почти на полметра. И тогда в тишине начавшегося утра несется чуфы, чуфу. Если в данной местности тетеревов много, то на таковище их слетается целое общество. Распустив хвосты, волоча приоткрытые крылья по земле, наклонив голову, сверкая черноватое синевое оперение и яркой киноварью бровей, такующие птицы кружатся, поворачиваясь, наскалькивая друг на друга. Столкнувшись, тетерев спесиво надувается, кланяются, как дрочливые домашние петухи, а затем подпрыгивают, сталкиваясь в воздушном бою, громко хлопая крыльями, царапая друг друга когтями и ударяя клювами. Нередко к двум противникам присоединяется третий, четвертый и начинается лихая схватка. Тогда видно только причудливое мелькание то белых, то черных пятен, слышен треск упругого пера. Тетерки держатся где-либо поблизости от тока. Иногда одна-две сидят неподалеку на деревьях. Заметив опасность, они быстро скрикивают и, издав громко «Ко-Ко-Ко», с треском взлетают, нередко пугая и увлекая за собой таковиков. У тока много общего с тягой вальшнепов и с пением других птиц. Ближайший родственник Тетерева-Косача, более крупный глухарь, такующий совсем иначе. Для своего тока глухарь выбирает большие мохнатые болота, поросшие редкими соснами, окруженные густым старым бором. Иногда местом таковища служат сырые низины старого леса, особенно если поблизости находится широкий овраг, на дне которого струятся и шумят вешние воды. Характерное пение глухаря слышится еще до зари, когда лес охватен неяркими сумерками. Песню можно передать звукоподражательно. Тек-кэ, 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 и далее тек-кэ-рэ, цур-си, цур-си, цир-си, цир-си. Одна песня следует за другой с короткими перерывами. Когда глухарь стрекочет, его клюв широко раскрыт, а язык глубоко втянут в глотку. Щелкает он, лишь приоткрыв клюв, сам щелкающий звук получается с помощью так называемых голосовых струн, находящихся в его голосовой глотке. Пение глухаря относительно негромкое. Его можно слышать в тихое утро шагов за 200-250 от певца. Редко дальше. А вот, например, мало кто не видел зяблика. Этой привлекательной и заметной птички, распивающей на ближайшей березе. Зяблик-самец весной в это время года красавец. Оперение лба черное, темя из-за шеек аспидной серые. Верхняя часть спины рыжевато-бурая. Средняя часть спины и надхвостья светло-зеленоватые. Щеки, горло и передняя часть шеи светло-ржаво-бурые. Этот цвет переходит в винокрасный на зобе и на груди, и в белый на брюшке. Крылья и хвост черно-серый с желтоватыми краями. Пение завлика передать очень трудно. Это очень громкая, отчетливая, переливчивая трель. И слышится звонкая пинг-пинг, но вскоре раздается и красивая песня, и лес сразу оживает. Чем больше вступает весна в свои права, тем азартнее поют завлики. Они вступают в решительные драки, обращают на себя внимание своей песней. И еще одна птичка, лесной конек, или лесная шевриция. Его спинка буровато-оливковая, с темно-бурыми пятнами. Во время пения эта скромно окрашенная птичка становится необыкновенно заметной. Поющий самец обычно сидит на вершине высокого дерева, начиная перелетную переливчатую трель своей песни. Он, подобно жаворонку, трепещет крылышками, поднимается довольно высоко в воздух, а затем наискось, планируя на широкой расставленных крыльях, опускается на крону ближайшего дерева. Причем песня его постепенно затихает, переходя в протежное «Ти-а-ти-а-ти-а-ти-а». В общем, хоре пернатых ярко выделяются певчий дрозд и дрозд белоброви, которым вторит свои красивые песни, очень похожи на певчево по голосу, но сильно отличающиеся по окраске, черный дрозд. Оперение самца черного дрозда сплошь черная, клюв оранжево-желтый, лапы темно-бурые, края век ярко-желтые, глаза бурые. В березнике громко и задорно распевают дрозды рябинники. Среди своих сородичей самые ранние прилетные птицы. Рябинника нетрудно узнать по довольно пестрой окраске. Голова за шеек и под хвостя у него пепельно-серый, верх спины и плечи каштаново-бурые, горло и шея ржаво-желтые в продольных черных пятнах, крылья и хвост черные, поющие рябинники поднимают сильный шум. Один певец словно старается перекричать другого. Веселые, несколько нескладные голоса рябинников очень оживляют весенний лес. Вот из лежащей на обочине кучи прошлогоднего хвороста раздалась громкая, отчетливая песня. И в тот час показалась крошечная птичка. Это крапивник. У него такой характерный внешний вид, что раз увидав, спутать его очень трудно. Коричневый, с поперечными темными полосками, самец во время пения постоянно движется. Его короткий хвостик высоко поднят, а сам он подворачивается то в одну, то в другую сторону, бесперерывно нагибаясь грудкой вперед, как бы кланяясь направо, налево. Во время пения крапивник трепещет крылышками, распустив их наполовину. Пропев одну трель, он с ловкостью мыши скрывается в сухом хворости и потом выскакивает вновь где-нибудь поблизости, снова начиная свою оригинальную громкую песню. В ветвях ближайшей ели копошатся мелкие синицы, гаечки и раздается их протяжная з-з-з, прерываемая звонким писком. Этих маленьких подвижных птичек легко узнать по тускло-черным шапочкам и серым с буроватым оттенком, спинками. Когда синичка перелетает с ветки на ветку, видно ее белое брюшко и черные пятна на горле. Среди стайки гаечек легко заметить хохлатых синиц, типичных обитателей хвойного леса. Эта птичка удивительно миловидна благодаря своему острому высокому хохолку, который она то опускает, то поднимает. У хохлатой синички, иначе гренадера, верхняя сторона тела режевато-бура-серая, низ беловато-серый, перья хохолка черные с белыми оторочками, а щеки ярко-белые. Крупнее других певчих птиц большая синица, очень яркая по своей окраске и обладающая громким звонким голосом. Ее пинг-трах, пинг-трах, весело нарушает тишину старого леса. Эта синичка резко отличается от своих сородичей оливково-зеленой спинкой, серо-желтым низом. Посередине ее брюшка и горло проходит черная полоса с синеватым отливом. Щеки у нее белые. С вершины старого дерева доносится красивое басистое воркование дикого голубя ветютня, звучащее вроде ку-рух, ку-рух. Ветютень очень красив, голова, зашейка, горло винно-голубого цвета, верхние части спины и крыльев серо-голубые, низ спины светло-голубой, зоб и грудь красно-серые, нижняя часть шеи блестящая, зеленовато-металлического тона, с ярким белым пятном. Когда птица летит, ясно видна белесая поперечная перевязь на темном фоне раскрытого веером хвоста, обращающего на себя внимание белые пятна на каждом крыле. У других голубей нашей фауны крылья по окраске одноцветные. А вот вдали послышались какие-то птичьи голоса, напоминающие скрип ведра, раскачанного ветром на коромыслие. Вскоре показываются и сами обладатели голосов. Это снегири. Их парочка ярко выделяется на темном хвои веолок. Обратите внимание, как резко отличается самец по своей окраске от самки. Во всем животном мире разница полов явление крайне распространенное. Причем обычно самцы ярче и красивее самок. Самца снегиря сразу отличишь от самки по кирпично-красной нижней части туловища. У самки низ буровато-серый. Вот через ближайшую поляну пролетела стайка каких-то птичек мелких и рассыпалась на ветвях старой ели. Скоро послышалось бойкое задорное пение. Да, это чижи. Эту птичку легко узнать по окраске. Шапочка на голове черная, верх спины и плечи желто-зеленые с темными продольными черточками. Горло и грудь оливково-желтые, брюшко и нижняя часть груди белые, бока брюшко с темными продольными полосками, хвостовые перья желтые с черными кончиками, на оливково-желтоватых крыльях черные поперечные полосы. Чиж одна из самых симпатичных и веселых птичек, живущих у нас весь год, из совершающих зимой перекочевки. Песню чижа легко передать. Начинается она задорным красивым щебетанием. становится этим мелодичнее, протяжнее, а концовка что-то вроде тил-ти-утил. Прислушайтесь, на старой еле долбит кару дятел. Отдельные удары прерываются громким резким криком кик-кик-кик это большой пестрый дятел его тело очень красиво окрашена смесью черного и белого цветов у старого самца на задней части затылка бросается в глаза кирпично красная поперечная полоса а под хвосте более интенсивного кирпичного оттенка весной наблюдать большого пестрого дятла чрезвычайно интересно в то время как все птицы выражают свое радостное настроение звонким пением он делает это иначе забравшись несколькими отрывистыми цепкими движениями на сухой сок это подвижная птица как бы застывает молчаливом ожидании затем дятел с невероятной быстротой много раз ударяет клювом по сухому дереву видно только как мелькает воздух и его голова и слышится громкий протяжный звук напоминающий скрип большого сухого цука раскачивающиеся ветром а вот видите с ближайшей сосны упала сверху шишка за ней другая и вдруг посыпался целый град шишек это хозяйничает наверху клесты и ловики в апреле они держатся уже целыми выводками так как гнездятся удивительно рано самцы начинают ухаживать за самками в январе гнездование при нормальных условиях приходится на март а в половине апреля можно уже видеть летных молодых к листов самая удивительная особенность к листа его искривленный клюв в котором над клюве и под клюве резко перекрещиваются при таком клещеобразном устройстве клюва клест достает семена из сосновой или иловой шишки очень легко сорвав клювом шишку он усаживается на ветку прижимает к ней шишку пальцами одной лапы поворачивая верхушками пластина к верху и быстро работая клювом ловко выпучивает ее не ломая чешуи шишки с отвернутыми чешуйками лишенные семян падают на землю весной в старых смешанных лесах с большим преобладанием хвойных пород можно услышать звонкий красивый крик похожий на геак 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 то затихающий то возновляющийся с еще большей силой это кричит подорлик самец у него широкие относительно тупые концы крыльев а также что особенно приметно очень короткий веерообразный хвост подорлика легко узнать по одному типичному признаку его лапы оперены вплоть до самых пальцев и кажется будто на ноги надеты штаны из перьев характерный крик подорлика и его разнообразные трели звучат ранней весной целыми днями кричащий самец поднимается иногда на большую высоту где кружится кувыркаясь в воздухе взмывая все выше и выше теряясь на ярком фоне весеннего неба затем он совершенно неожиданно бросается к сидящей на высокой сосне самки сложив могучие крылья сильным свистом несется подорлик вниз отдельные криги на этот раз сливаются в протяжный стон звучащий то тишь то громче прежнего в конце апреля птиц видно и слышно гораздо больше чем в первые дни весны как красиво звучит кукованье только недавно появившейся кукушки ее не трудно узнать по только по характерному крику но и по внешности у этой птицы длина которой достигает 40 сантиметров пепельно-серая спинка беловатый низ черноватыми поперечными волнистыми полосками без устали поющий самец усаживается на дерево и начинает свое кукование громким характерным хохотом ухи-хи за которым следует обычная куку прерываемая иногда особым несколько хрипловатым сдавленным криком похожим на заглушенный хохот ху-ху-ху или протяжный стон во время крика кукушка все время поворачивается то в одну то в другую сторону крылья у нее полу раскрыты а хвост расправленный веером то поднимается то опускается весной особенно оживляется березовый лес отовсюду слышится пение красивых пеночек среди них заметно пеночка трещотка маленькая птичка с оливково-зеленоватой спинкой с нежно-белым брюшком яркой желтой бровкой полоской над каждым глазом пеночка все время движется перепрыгивая с ветки на ветку и перелетая на другие деревья на мгновение птичка усаживается спокойно и тогда раздается ее характерная 3 летите то после чего она снова перелетает иногда трепеща крыльями в воздухе ловит попавшиеся ей насекомое еще мелодичные но тише голос другой пеночки веснички которая тоже очень оживляет весенний лес однако особенно интересно поет пеночка тиньковка в противоположность трещотки и веснички эта птичка обитают высокоствольных смешанных лесах с большего примесью хвойных деревьев ее голос нередко сравнивают со звоном маленьких колокольчиков тиньков поет весело перед прыгивая с ветки на ветку и придерживаясь главным образом верхушек высоких деревьев оживленно поют и горе хвостки которых легко узнать по очень красивой окраски голова старого самца синевато-серая с черной окоглазничной полосой спинка буроватая хвост и нижняя часть туловища красно-оранжевые горе хвостка выделяется своими повадками оживленная веселая птичка особым образом встряхивает хвостом издавая при этом типичный привязывный крик мелодичная фиит фиит который прерывается звонкой песенкой птичка чечевица или красный воробей прилетает в конце апреля вскоре самцы чечевиц легко узнать по ярко корминной головки и грудки розовому брюшку буровато-серой спинки они начинают свои песенки звучащие как отчетливо тюйти твитю чечевицы часто встречаются на старых уже начинающих зарастать лесосеха поющие самцы обычно сидят на сухой ветке или верхушке одиноко стоящего дерева славки одни из лучших лесных пивунов среди них обычно выделяется своей песни черноголовая славка у самца этой птички серо-оливковый тон спины бледно-серая брюшка и черная шапочка на голове у самки шапочка коричневая эта птичка ведет себя во время пения совершенно иначе чем пеночки пеночки беспрерывно перепрыгивают с места на место поворачиваются в разные стороны а черноголовка спокойно сидит на сучке высокого дерева окончив свои мелодичные трели она спускается за кормом и через несколько минут взлетев на верхнюю ветвь дерево опять начинает петь этот обзор лесных пернатых пивунов был бы не полным без лучшего певца наших лесов соловья многостровные отчеканенные песни соловьев раздаются в мае как днем так и ночью особенно рьяно поют эти прекрасные скромно окрашенные певцы на зорях и в тихие лунные ночи соловей любит придерживаться лесных низин мелколесья кустарников прилегающих к водоемов прудам и речкам поющего соловья увидеть непросто так как он относительно резко усаживается на ображенных ветвях а сидит малоприметный для посторонних взоров где-нибудь среди кустарников каждый соловей занимает свой гнездовый участок и его любовная песня это не только выражение весеннего возбуждения но и сигнал указывающий что данное место занято самки соловьев прилетают ночью на несколько дней позднее самцов таким образом соловьиная песня служит одновременно и призывом подруги прибывший на северную родину в мае прилет птиц заканчивается появлением самых поздних видов яркая и волга обладательница высокого березового леса дает знать о своем прибытии звучным похожим на флейту свистом окраска самца и волги очень красиво голова спина и брюшко ярко золотистое желтого цвета оттененного бархатистой черными крыльями на которых мелькают белые полоски зеркальца хвостовые перья черные желтыми концами самка окрашена скромнее самца ее спинка и голова оливково зеленоватые брюшко белесое серо-желтоватым оттенком и продольными темными штрихами весной самцы кричат очень усиленно вступая между собой в драки в это время подражая свисту и волги можно издалека приманить к себе обычно осторожного самца дрочливый самец охотно летит на голос мнимом от соперника насколько красив мелодичный свист и волги настолько неприятен ее протяжный пронзительный крик квв издаваемый и с опцом и самкой при тревоге или призыве весной одновременно с и волгой прилетает замечательно красивая голубая сизо воронка у нее рыжая спинка темно-синие крылья размером она с голубя интересно наблюдать как самцы поднимаются высоко в небо с громкими резкими криками рак 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 и вдруг почти вертикально спускаются кувыркаясь воздухе блестя своим ярким пером и громко крича ракер 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 наконец позднее всех показываются стрижи они прилетели в середине мая обычно внезапно стриж один из самых лучших летунов следить за стремительным полетом стайки стрижей несущихся с красивым громким свистом большое удовольствие воздухе стриж не достигаем только соколу чеглаку изредка удается поймать какого-нибудь молодого неопытного стрижа а мы дорогие читатели будем слушать звуки леса и вместе наслаждаться весной